У Тбилиси есть интерес в стабильности в регионе. Стабильность в регионе приносит стабильность в самой Грузии и возможность для регионального развития и развития экономики самой грузинской. Поэтому это желание, это намерение. Другой вопрос, насколько это все будет выражаться в конкретных действиях. На сегодняшний день у нас есть кризис форматов. У нас есть желание Баку отправиться в Москву. С другой стороны, есть желание Еревана поехать в первую очередь в Брюссель, а потом, возможно, в Москву. Поэтому на сегодняшний день мы видим процесс, когда в этих переговорах есть некая пауза. С другой стороны, на границе Армении и Азербайджана состоится на днях двухсторонняя встреча вице-примеров по вопросам делимитации. Так что в этом контексте, на фоне этого кризиса в Ереванном процессе, позиция Тбилиси понятна, она приветствуется Ереваном. Но тут есть, конечно же, свои ограничения. То есть Грузия может быть местом для встречи в двухсторонном формате, но, как мне кажется, не более. Потому что на сегодняшний день, опять же, я ответил, что есть вот эти проблемные стороны в переговорных площадках. В этом контексте она должна представить площадку, то есть место, где можно сесть и переговорить. Позиции вообще и повестка вырабатывается сторона на переговорных. Поэтому в этом контексте о возможностях или невозможностях Грузии судить преждевременно и вообще не имеет смысла. Вопрос в том, что влияния есть-нету, это второстепенно. Никто ни на кого давить или что-то делать не будет. И в данном контексте я уже отметил, что так как мы видим проблемы в связи с Москвой и Брюсселем по переговорным площадкам, а эти страны, как вы знаете, имеют влияние на наши страны. То есть это показатель того, что должна быть повестка и должна быть более Еревана и Пахултана выход на какие-то переговоры. Пока ее не будет, ни один гипотетический переговорщик или модератор, медиатор не сможет ничего сделать. Субтитры создавал DimaTorzok